советская внешняя политика в 1919-м тире летом 1939 года 1 римская основное противоречие внешней политики рсфср касая черта ссср 2 римская да ну внешняя политика в основной противоречием сразу скажу чтобы было понятно значит дело в том что ссср тогда прогласил курс на мировую революцию а в то же время ссср нужно было договариваться с зарубежными странами и помимо коминтерна был еще наркомат иностранных дел то есть у нас было два внешнеполитических органов коминтерн где в кпб было лишь одной из партий и министерство то есть наркомат иностранных дел вот это основное противоречие 2 римская внешняя политика рсфср касая черта ссср в двадцатом тридцать третьем годах 1 арабская первые договоры с европейскими странами в двадцатом начале двадцать первого годов тире частичный выход из международной изоляции в скобочках страны с которыми ссср договорился финляндия эстония латвия литва польша второе договора с ирана турции афганистаном это начало 21 года ноябрь 21 года договор с монголией третье генуэзская международная экономическая и финансовая конференция апрель-май 22 года . гаагская конференция июнь июль 22 года четвертое рапальский договор с германией 16 апреля 22 года военное сотрудничество советской россии и германии 22-33 охлаждение отношений между германией и ссср в двадцать третьем двадцать шестом годах берлинский германо-советский договор о ненападении и военном нейтралитете 26 год 5 дипломатическое признание ссср февраль двадцать четвертого года италия китай франция великобритания в скобках отношения с великобританией разорваны в мае двадцать шестого восстановлены в октябре двадцать девятого январь двадцать пятого года япония и позже всех нас признали из крупных держав сша в тридцать третьем году шестое торговые договоры 21 22 год австрия дания италия норвегия 24 год великобритания 25 год германия запишите в скобочках треть торгового оборота ссср приходила на германию двадцатые годы 8 25-27 годы договоры о ненападении и нейтралитете с турцией литвой ираном и афганистаном 9 присоединение ссср к пакту бряна келлога брян это министр иностранных дел франции келлог это был госсекретарь сша тогда об отказе от войны качестве орудия политики государств . запятой двадцать девятый год тире и в кавычках протокол литвинова литвинов это был нарком иностранных дел документ о досрочном введении в действие пакта бряна келлога то есть сср демонстрировал миролюбие 10 деятельность коминтерна создан в девятнадцатом году а постановление третьего конгресса 22 год о том что коммунисты должны добиваться образование рабочих крестьянских правительств в тех странах где положение политическое положение нестабильно то есть грубо говоря если есть политическая нестабильность нужно устраивать революцию и приходить к власти на двадцать третий год таких стран было три германия польша и болгария б помощь советских профсоюзов английским во время забастовки 26 года в политика коминтерна в китае переворот чанкайши двадцать седьмой год советско-китайский конфликт на к вжд восстановление отношений ссср с гаминьданом маневрирование ссср между гаминьданом и японии в тридцать втором тридцать третьем годах г шестой конгресс коминтерна двадцать восьмой год перетряска руководство коммунистических партий то есть вот была советская разведка и было коминтерновской разведка они были связаны но они не совпадали например британцы никогда не рассматривали коминтерновских агентов как советских агентов британцы например шли на активный контакт с коминтерновцами против немцев иногда против американцев если это нужно было и не раз повторяю не рассматривали коминтерновцев как советских агентов это очень интересный момент сеть разведки коминтерна была фантастически сильный и интересный например именно в коминтерновской разведки работал один из выдающихся разведчиков 20 века он практически у нас неизвестен вилле мюнсенберг попробуйте в интернете что-нибудь найти вилле мюнсенберг 3 римская внешняя политика ссср в тридцать третьем тире августе тридцать девятого года первое арабское изменение международной обстановки после прихода национал социалистов к власти в германии здесь а отказ советского руководства в тридцать третьем году от принятой в девятнадцатом двадцатом годах доктрины согласно которой любое ухудшение международной обстановки на руку ссср вот в девятнадцатом двадцатом годах приняли такую доктрину что любое ухудшение международной обстановки на руку ссср в тридцать третьем году после того как гитлер пришел к власти в германии от этой доктрины отказались б четвертая сессия цик декабря тридцать третьего года тире доклад литвинова о новом направлении внешней политики ссср соблюдение нейтралитета в любом конфликте мирный курс в отношении германии и японии участие в создании системы коллективной безопасности налаживание контактов с западными демократиями западными демократиями конечно в кавычках второе принятие ссср в лигу наций тридцать четвертый год лига наций оба слова с большой буквы третье подписание советско-французского и советско-чехословацкого договоров о взаимопомощи но без соглашения о военном сотрудничестве 4 35 год 7 скобочках и последний конгресс коминтерна тире доктрина единых запятая или народных антифашистских фронтов 5 обострение международной обстановки скобках ремилитаризации гитлером рейнской области в тридцать пятом году нападение италии на эфиопию тридцать пятый год гражданская война в испании тридцать шестой год ось берлин рим тридцать шестой год ось берлин рим токио тридцать седьмой год присоединение германии австрии и судетской области тридцать восьмой год мюнхенское соглашение тридцать восьмой год шестое советско-китайский договор о ненападении тридцать седьмого года советско-японские вооруженные конфликты озеро хасан тридцать восьмой год и у реки Холхенгол, 39-й. Контакты СССР и Германии 17 апреля 1939 года. Подписание, значит, 23 августа 1939 года Советско-германского пакта о ненападении на 10 лет. Секретный протокол к договору о разграничении сфер влияния в Европе. Значит, давайте быстренько пробежим по вот этим моментам всем. Значит, вот наши договоры с Ираном и Турцией и Афганистаном они важны следующим. Здесь Советский Союз выступил не как сверхвеликая держава, не как царское самодержавие выступал, он выступил как равноправный партнер вот этих небольших государств. Что касается Афганистана, то СССР был первой страной, которая признала независимость Афганистана. В договоре с Ираном Россия отказалась от неравноправных договоров и соглашений царской России с Ираном.